друзья всем привет значит ну провел на рыбалочке протестировал я эти грелочку следопыт относится сэрскую то мне тестировать не было смысла я уже 30 лет с ней а вот грелочку следопыт есть у меня определенное мнение хочу с вами поделиться значит как говорил ранее в домашних условиях следопытовская грелка когда бы помещал ее в карман или специальный мешочек она останавливалась и надеялся что на открытом воздухе дела будут обстоять иначе собственно говоря так и получилось но значит что получилось запалив грелку где-то в 7 утра перед выездом на рыбалку в 7 утра запалил грелку и уже в 12 часов она у меня остановилась то есть держал ее в кармане и подумал что опять таки ну мало ли знаете да то есть нет мало кислорода и она восстановилась но оказалось что всего лишь спустя пять часов у нее закончилось топливо то есть расход был в три раза больше заявленного при заправке в 30 миллилитров на тот момент ну это скажем так максимальная заводская заправка корот она купить ее то есть максимально можно залить 30 миллилитров она должна работать 16 часов а проработала всего пять значит пробовал залить больше 30 а она просто не помещается она выливается то есть это бессмысленно когда ее переворачивает она вот из этих вот соответственно да просто просто вытекает бензин то есть больше 30 в нее заправить не получалось и первое наперво что необходимо сделать это напихать туда побольше ваты чтобы увеличить объем заправки грелки ну вот я туда запихал где-то 4 ватных вот этих вот круглых то не знаю как их там называют кругляшка таких и увеличил тем самым объем заправки грелки теперь в нее смело помещается минимум 40 миллилитров и в таком виде она проработала у меня уже на 2 рыбалки весь день то есть вот полностью весь цветовой день пока был на рыбалке она работала то есть нужно обязательно допихать туда побольше ваты чтобы увеличить объем заправки значит следующий такой скажем так недостаток который я нашел это ее вес она в три раза легче чем сссеровская грелка и в кармане она просто вот просто не ощущается то есть можно не заметить как она выскочит из кармана легко ее потерять это тоже такой минус также неизвестен срок службы вот этого катализатора это открытая какая-то похоже на минеральную вату материал и навряд ли он сравнится по сроку службы с сссеровской грелки до ее катализатором то есть но у меня такое мнение значит качество сборки оставляет тоже желать лучшего опять-таки это в сравнении с сссеровской грелкой многие скажут да что там нормальное хорошее качество эти но это уже такое молодое поколение которое не знает что такое качество она просто другого не видела поэтому скажешь что вот эти всякие тут не плотно то что прилегает это так вот эти зазорчики это все ерунда это все мелочь ребята вот в руках настоящее качество здесь качество намного хуже значит но есть и плюсы плюсы которые достаточно весомы значит это естественно цена купил я такую грелочку за 1000 рублей этих денег вот скажу честно 1000 рублей она стоит не отдал бы полторы полторы не отдала 1000 для нее самое то значит и самое главное что понравилось это легкость ее розжига не только в помещении но и на холоде вот грелку ссср она вот за всю мою память у меня гасла всего раза два и разжечь ее на холоде ну почти нереально реально почти нереально вот эта же грелка на удивление легко разжигается даже при минимальных парах бензина и на холоде очень вот очень приятно удивил этот момент мы в принципе в итоге считаю что наверное грелка средопыт достойная альтернатива грелочки из ссср но при цене 1000 рублей когда за не за него просят полторы тысячи там или 1700 но это уже ребята просто перебор проще добавить немножко и купить ссср овскую вот это мое такое я считаю что объективное мнение так как тема грелок по причине у меня сильных травм для меня эта тема жизненно важно но можете со мной не согласиться каждый для себя пусть решает сам что ему лучше но вот такой мой результат аналог достойный но при цене в 1000 рублей не больше а так конечно же вот это пока непревзойденный вариант все друзья всем удачи пока пока